Хаю-хай, с вами Вил Соком. Heroes of Might and Matic за ногу, Magic 3, уже сутки в App Store. Те самые третьи герои, которые нужно бежать и качать прямо сейчас. Доступны для планшета на iPad за 599 рублей. К сожалению, даже iPhone 6 Plus пролетает, как фанера над Парижем. Игра займет на вашем устройстве 1 гигабайт, без доната, без всевозможных вот этих новомодных инэпурчейс. Качаете и играете в свое удовольствие. Герой, давай жги. Почему-то, в общем, у меня дровесина куда-то пропадает. Такое впечатление, что у меня ее кто-то тырит, окей. Сейчас мы будем разбираться в своем королевстве и наказывать всяких гоблинов и прочих уродов. Вы правда хотите, чтобы я еще что-то рассказал? Вы должны прямо сейчас идти в App Store и качать эту замечательную игру, которую любят многие миллионы не просто так. Ну окей, давайте быстренько расскажу, в чем весь смысл третьих героев, в чем прикол переиздания. Поехали. Яблочные скидки всем подписчикам и героям от партнера и магазина applejesus.ru Вот уже 7 недель прошло с тех пор, как мы покинули берега Энрота. Рабы, спасенные нами из плена пиратов Регны, рассказывают, что в Ирафии начались беспорядки. Третьих героев, почему третьих, потому что многие по праву их считают лучшими в серии, ждали на iPad с момента анонса планшета. Вот как в 2010-м Стив Джоуз поднялся на сцену, так и ждут. И наконец-то годы этого томительного процесса подошли к своему логическому завершению. Ubisoft, которые сейчас владеют правами на эту интеллектуальную собственность, на мой взгляд, поступили максимально правильно. Не стали изобретать велосипед, выпускать каких-нибудь Heroes of Might and Magic Mobile, с жутким донатом и напом, то, что мы с вами не любим, взяли легендарную третью серию и отдали ее народу за 599 рублей. Ценник, конечно, бесконечно злой. Платить только за игру 1999 года, пусть и переизданную, с HD текстурами и со всеми прочими радостями, ну, конечно, жаба душит. С другой стороны, это та самая игра, в которую мы упарывались в детстве, и, ну, придется платить за ностальгию. Есть, правда, целая армия игроков, которые сейчас смотрят на экран и такие, что это за хрень? Ничего не понятно, и это, кстати, большая проблема подобных игр. При высадке мы обнаружили только полуразрушенный форт. Ходят страшные, но непроверенные слухи. Жители покинули близлежащие деревни. В переиздании третьих героев есть какой-то учебник, туториал, фак, но дело в том, что старые игры не очень были юзерфрендли. Там было хреново туча кнопочек, менюшек, вообще ничего непонятного. И человек, который не знаком с серией, вначале будет в полном вообще замешательстве. Куда нажимать, что делать, аааа. Например, переизданный Baldur's Gate страдал ровно тем же самым, столько кнопочек и менюшек, что желание играть заканчивается на процессе создания персонажа. Что из себя представляет Heroes of Might and Magic? Это пошаговая стратегическая игра с элементами RPG, геймплей которой, конечно же, отлично ложится на планшет. И ждали, и действительно все оказалось ровно так, как я себе представлял в голове. Ну то есть играть суперудобно. Запилите мне теперь команды с Jagitalians, Fallout, и я уйду в мобильную нирвану. Астрологи объявили неделю вилсаком. Количество подписчиков увеличилось на плюс 5. Главный вопрос, на который я, наверное, должен ответить в этом обзоре, стоит ли качать Heroes of Might and Magic 3 HD версию тем игрокам, которые не начинают подтекать от словосочетания «Герой меча и магии». Однозначно да, несмотря на то, что здесь нету многих дополнений, а мультиплеер вот такой забавный, локальный на одном устройстве, это полноценная игра, которых, к сожалению, сейчас на мобильных устройствах очень мало. А с вами был Исоком. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, там я разыграю несколько кодиков на Heroes of Might and Magic 3 HD версию. Оставайтесь позитивными и креативными, пока.